Ранее на канале я уже неоднократно делал видео о легендарных дзюдоистах, оставивших значимый след в истории. Конечно, чаще всего это были дзюдоисты из Японии, ведь на родине этого прекрасного вида спорта их больше всего. Но вот о легендах советского дзюдо пока что не говорил, а там тоже есть о ком рассказать. Например, об атлетии, который был признан одним из лучших дзюдоистов 20 века, выдающимся советском дзюдоисте Николая Солодухини, олимпийском чемпионе 1980 года в Москве, двукратном чемпионе мира, чемпионе Европы, пятикратном чемпионе СССР и заслуженном мастере спорта Советского Союза. Николай Иванович Солодухин родился 3 января 1955 года в небольшой деревеньке Посерково, недалеко от Железнегорска Курской области, в семье колхозников. С юных лет будущий чемпион был очень трудолюбивым ребенком и от работы никогда не увиливал, а работать в деревне, конечно же, приходилось много. И Николай вместе с братьями и сестрами, естественно, каждый день помогали родителям по домашнему хозяйству. Но несмотря на сильную усталость, в свободное время он никогда не отказывался погонять мяч с деревенскими мальчишками или побороться с ними. Как вспоминал его старший брат Владимир, что Николай часто возвращался домой поздно вечером, весь в ссадинах и синяках, но очень радостным. И рассказывал следующее. Поборол сегодня Петьку и Мишку, хотя они тренируются в секции в Железногорске. Поеду в город, как только закончу 8 класс. Окончив 8 класс, Николай поступил в техническое училище. Был терпелив и усидчив, а все свое свободное время посвящал спорту, а именно самбо, что очень скоро дало свои положительные результаты. И всего лишь через год регулярных тренировок Николай победил на чемпионате Железногорска по самбо среди юниоров. Тогда и стало ясно, что у молодого борца есть отличные задатки и их нужно развивать. Позже дзюдоист вспоминал, что тренировки ему всегда были в радость и он делал все возможное, чтобы каждый день совершенствовать свои навыки. Выпустившись из училища, Солодухин поехал в Курск, где поступил на службу милиции и увлекся уже борьбой дзюдо, единоборством, в котором он достигнет наивысших результатов и впишет свое имя в историю отечественного и мирового спорта. По прошествии четырех лет, в 1975 году, неизвестный на тот момент в спортивном мире Николай Солодухин отправился на Спартакеаду народов СССР. Выступление Солодухина на этом турнире было потрясающе. Почти все свои схватки он завершил досрочно и как результат стал чемпионом Спартакеады. Это было очень неожиданно, так как незадолго до Спартакеады он проиграл молодежное первенство мира, проходившее в Бразилии. Но именно этот обидный проигрыш заставил Николая еще более усердно работать на тренировках. Трудолюбивый Николай, который не привык щадить себя, начал упорно оттачивать технику. И как результат, в Спартере ему не было равных, а впоследствии его даже прозвали Королем Партера. Переход на следующий, а именно на международный уровень, занял для Николая 4 года. Так что в очередной раз о Солодухине заговорили уже в 1979 году, когда он одержал победы. Сначала на чемпионате Европы, а потом и на чемпионате мира. Кстати, за год до этих побед Николай Солодухин стал серебряным призером на первенстве Европы. Тем самым еще раз заявив о своем потенциале. В 1980 году проходили летние Олимпийские игры в Москве, которые были важны для тогдашнего руководства Советского Союза. Перед советскими спортсменами ставилась задача выиграть максимальное количество медалей во всех дисциплинах. Дабы показать Западу, насколько силен Советский Союз в спорте. А что касается дзюдо, то одним из главных претендентов на золото в соревнованиях среди дзюдоистов был именно Солодухин, который впоследствии справился с поставленной задачей. Солодухин не оставил никаких шансов на победу с сильнейшим дзюдоистом мира, став олимпийским чемпионом по дзюдо в весовой категории до 65 кг. После этих Олимпийских игр в последующие годы Николай Солодухин еще неоднократно становился призером и победителем крупных международных соревнований, а также чемпионатов СССР. В частности, в 1983 году Солодухин во второй раз становится чемпионом мира. По окончанию своей спортивной карьеры Николай Солодухин вернулся в родной курс, где проживает и сейчас. Руководит школой дзюдо, воспитывая новое поколение дзюдоистов, которые сейчас выступают на самых различных соревнованиях России и мира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова